так ну вот я позвонил хотел бы рассказать вообще наверное можно сказать такой православной миссии православных людях в частности людей из центра атриум и поговорить вообще какого рода их деятельность ну надо начать наверно с того что вообще у меня появилось желание проповедовать то есть геннадий тихонович об этом говорит об этом все уже говорили и у меня появилось просто большое желание людям рассказывать о боге то есть я смотрел еще там видео паптистских проповедников американских там был такой проповедник который к примеру мог там на улице просто не знаю при толпой кричать просто покайтесь мимо него могла толпа походить он взывал и просто ко всем в америке много таких проповедников да и я смотрел этого человека и видел разницу вот в наших людях и то есть наших баптистов и баптистов из америки то есть здесь люди какие-то более я не знаю зажатые либо унылые какие-то я не знаю как это характеризовать то есть люди ну почти о боге не говорят а там а если говорят то как-то очень специфические ну неправильно наверное и смотрел видео записи этого проповедника то есть он кричала на улицах и в дождь и в снег и на него плевали то есть он проповедовал слава боже очень яростно и меня это очень воодушевило и ну покоя никакого не было то есть я понимал что нужно проповедовать и нет даже просто желание такое было потом через твоих подписчиков наверное я заходил смотрел что у них в подписках какие каналы были и там нашел к youtube канал антим называется весь я увидел что в россии в россии все-таки есть ну помимо гнати тихоновича и его брать есть такие люди которые тоже этим заняты все они и православной и он не доходчиво все объясняли и мне стало интересно я начал смотреть их ролики вроде даже твои комментарии я тоже не помню о чем но очень такой это воодушевляющий комментарий был наставляющим можно сказать был комментарий и я просто решила познакомиться с этими людьми потому что иисус хрис тоже сказал идите всему миру и поповедуете я решил с ними познакомиться так как я живу в санкт-петербурге но они находятся центре у них так можно сооруженство сказать я решил к ним сходить первое на что наверно сходил это вот у александра антоника это одного из лидеров он вообще учится как бы в кино и телевидении институте и у них есть там свой киноклуб то есть я познакомился с александром антоником можно сказать лидером этого движения и сергеем то есть сначала с ним познакомился но как такового нас беседы не было то есть мы просто посмотрели какой-то фильм и разошлись на там сандр пригласил меня уже на занятия по библии и в общем я узнал что в их центре проводятся по четвергам занятия по библии то есть не просто какая-то уличная миссия еще они занимаются по славу божьему то есть мне это очень понравилось и я на ролике выкладывают этих роликов да нет никого нет не выкладывают я не знаю почему но если у меня будет возможность приобрести камеру то я наверно спрашиваю вообще по этому поводу то есть собирается какое-то количество людей ну всегда по-разному я вас когда я пошел было пять человек потом в следующий раз там 7 12 то есть люди будут занятия хорошие но люди ходят не периодически то есть у кого-то там работа наверно у кого-то свои два и при этом центре улица эти занятия каждый четверг чем занятия мне кажется очень хорош потому что собирается какое-то число людей и они читают слово божье потом обсуждают его и уже после каких-то обсуждений они берут токрование вожженно филакта или других отцов все считают то есть это мне очень понравилось и но это повод нигде не видел ну кроме как угнать этих ночь что православной среде это вообще не разве то есть они же учатся всего и на тех ну возможно да то есть догнать этих ничего такого но я нигде не видел и сейчас там же были такие конфликты что многие братья из потеряевки там или сестры хотели после занятия в рамах проводить и близкие беседы но священники отказывались то есть такое противление слову божьему есть у нас то есть и такое такое место еще нужно найти и там у них ходили занятия и пара что и священник туда проходил то есть но все очень было дружно и спокойно потом я решил сходить с ними на миссию посмотреть как вообще это все проходит по воскресеньям у них сначала служба идет потом на миссию уходим ну если кратко характеристику дать такое то очень мало времени на миссию уходит то есть люди заняты на участвовать александр антонюк или его друг андрей то есть они заняты но большую часть времени не тем то есть какие-то разговоры на номерские темы там а машинах там а не знаю потом как город неправильно выстроили там открыта музыки и к сожалению это мне не очень не понравилось потому что я немножко другого ожидал смотря ролики я представлял таких людей которые ну всегда говорят о боге них есть какое-то более стремление оказалось что люди ну то ли заняты то ли у у них какие-то более другие интересы но все-таки миссия на состоялась в мой первый приход то есть у нас получается было пять человек по двое мы разделились кто-то по двое кто-то по двое и ходили от торгового центра проповедовали говорили людям о славе божьем кто такой иисус христос и зачем он пришел ну и правда это было недолго и то ли за мороза то ли из-за усталости по времени где-то наверное минут 45 все это проходило а потом был такую ощущение выполненного дела было было потому что в тот день а вот андрей это друг александра паника с которого они там очень активно дружит берет что в этот день но очень расположены были люди то есть мы подходили к толпе людей там из молодых парней где-то ну человек примеру 5 было и в этот день он отметил то что очень охотно люди идут как бы на разговор то есть я не увидел таких людей чтобы они возмущались или ну как-то бунтовали против это то есть люди интересовались там были люди и православные но то есть ребята там подростки летом не знаю 17 18 ребята они были крещены к примеру православной церкви но тобой я ничего не знали по факту как бы было крещение они хорошо нас не учили что ничего мы этого не знали и вот мы с такими парнями общались психика подростка так устроена человек взрослым как бы уже у него практика есть общение вот с такими людьми можно сказать ну проповедниками разных толков да они часто встречались уже подростков то он еще как не имеет опыту поэтому он вникает он останавливается и слушает ну потому что еще ум его не наполнен знанием поэтому он ищет знаний конечно подростка это легче всего реализовать но в тот день нам взрослых людей там не особо ним но не особо много было потому что это был торговый центр такой в санкт-петербурге крупный галерея называется и в основном там больше молодежи конечно всего ли когда же можно увидеть это что чаще с молодыми людьми общаться с действительно ты пометил люди они как бы такие еще не может быть жизни как-то не опыт они более лучше идут на общение там еще любопытство подростка любопытно становится он подойди к нему ну видно что если ты отделяешься толпы конечно он подростка становится проявить свой интерес как устроенному подростку конечно то есть я жила конечно реакции более такой плохой потому что в роликах часто в интернете можно видеть что ну люди вообще как-то им либо абсолютно все равно либо они очень но озлобляется то есть сердце ожесточает но жестко качаются они прежде чем идти на проповедь и выбирают места куда идти но в основном проповедь выходит около больших каких-то торговых центров но туда мы выбрали место и решили там остановиться потому что там очень много людей очень субборный поток один из самых крупных магазинов и где-то около него проповедовали в тот день люди конечно были разные разная молодежь но все-таки андрей сказал что как-то более благоприятные люди были не знаем то ли божья милость такая что-то еще но к сожалению что разговоры он среди этих людей больше таки но мирские идут то есть непонятно о чем вообще а ты с булькой сердца говорю я тут старт да да то есть я прохожу такой весь замотивированный думаю сейчас о боге поговорю и тут на тебе там то какие-то машины то что-то еще ну конечно это очень сильно огорчило огорчил и конечно я не понимаю почему так у меня это типа загадка остается вроде люди православные действительно очень много боги знают все это не какие-то там хоринцы там все очень многое и богословские есть понимание большие и по священному писанию если знание знание умовые к чему они к делам то божьим не приводит знание они надмивают на наверно все упирается в рождение от духа но видимо эти люди еще не были рождены если не будете как дети да то не войдутся хорошо значит именно в простоте в такой если человек говорит как депутат государственной думы это значит что он не христов это значит что им не руководит дух святой потому что дух святой в простоте говорит он старается наоборот подбирать даже если приходит какие-то афоризмы такие сложные человек пытается их и изменить на простые слова потому что он волнуется о том чтобы его правильно поняли чтобы мы все поняли то что не все люди понимают такие слова замудренные да если я смотрю там опять же того же максима степаненко и порой кажется ты вообще с кем разговариваешь ты кому это рассказываешь надмене надмене мирское надмене от знаний человек возвышается он имеет имеет знание ему хочется поделиться ему хочется показать ну что ребят я потратил столько дней и ночей на эти знания а вы не хотите оценить мои труды на все в этом в этом упирается а ну к божий он я когда христианин в один духом святым он даже не знает что с ним произойдет следующую минуту важно то что он живет этим духом он думает ему о каких-то машинах концертах гитарах там балалайках ему невозможно даже размышлять потому что дух божий не впускает он просто не вмещает себя вот эти темы нельзя служить двум господам миру и богу как ты будешь служить миру да вот даже по себе могу сказать что когда после отвлекаешься на какие-то темы но какие-то вещи не нужны там ну не во славу божию в общем что-то сразу уходит вот это дух то есть божий дух уходит сразу чувствуешь пустоту это уже не то просто уже не то то есть у меня был момент когда я занимался на пианино и то есть когда ты играешь что-то какое-то музыкальное произведение ты понимаешь но красиво она хороша но то есть ну можно сказать такой невероятно но чувствуешь что не то просто не то это не был здесь не божий что что угодно но не божий дух то есть и с этого момента это все забросил уже все это есть еще один обман сатаны вот люди ищут чистоты общения чистоты поведения правила построения общинной жизни да людям нравится общины жизнь то что это у нас сейчас утеряно потеряно такое общение близкой между людьми людьми братской общение это людям нравится они это находят в христианстве потому что в христианстве это более всего выражено а бога не знает поэтому и нету плодов вот им нравится вот это понимаешь они изучают только теорию всего этого вот они вмещают в своем теорию а требуется очищение сердца и приглашение бога туда приглашает господа в господи войне сердце чисто сожди во мне друг дух правый обнови во мне в сердце моем то есть что значит чем чисто сердце это выбросите гитары выбросите автомобили выбросите концерты перед богом только плод духовный плод духа а плод духа он в любви то есть проявление проявление вот этих отношений между друг другом а что такое ну да я тебе сыграл классную музыку спел я тебя христиану что это эйфория которые проходят да ну то есть мне кажется что вот музыка даже она может быть духовно то есть но только в том случае если у тебя действительно прозвание от бога если такого прозвания нет то это все будет в пустоту потому что у большинства нет прозвания то есть уже 100 людей кто этим занимается там те же самые баптисты там или протестанты у них постоянно можно увидеть там в их молитвенных домах это музыкальные инструменты музыкантов стан но когда ты слушаешь просто песни они может быть красиво они может быть о боге но они пустые действительно у них нет никакого духа потому что эйфория ты понимаешь человек у нас сегодня мы просто музыки у нас отношений можно сказать такой как повеселительному какому-то занятию мы понимаем что музыку послушать это для того чтобы сердце повеселить вот вино веселит сердце до музыка веселит сердце зачем вы такое отношение отдаете музыки и ты ну там как вы не фоном пустите такую музыку небольшую отдавайте главное слова как там понимаешь музыки которые это именно сердце приводит вот это ну вибрации в такие такие которые заставляют человека плясать ноги его начинают дергаться понимаешь в чем дело это же совсем другие вот эти эманации другие духи работают вот хорошие песни вот этот парень видел у меня вот на канале тоже парень молодой у него канал канал свою поюту там да там проповедь там действительно он он просто настоятельно придите посмотрите и вы скоро умрете вот это да это это настоящая проповедь это прославление бога чего призывает пророк давид вот помнишь видеоролик где вроде дмитрий смирнягин если я не ошибаюсь и владимир паченко они пришли к какому-то своему брату из в деревне и спрашивают его читал ли ты слово божье то есть он говорит ну да вроде читал там что ты почитал но я не читал или что-то вроде того то есть ты потенциал а какие плоды то есть ролики у владимир паченко это человек вот это как раз то православие о котором ты говоришь что просто какие-то познания есть как бы содружество такое можно сказать эти люди видят что основные такие может более более добрые более общительные там в какой-то степени все их какое-то братство есть из-за этого они просто понимают веру вот володя он говорит вот ты на меня смотришь я вот один из плодов до владимира это же не от владимира плод это божий плод это господь родил это было владимир родил он а его владимир зовут спинагин да они не помню как это вот он владимир это эти люди от бога рожденные их никто не смог бы родить люди рожденные от людей это те которые ходят до апостола помнишь куда христос туда за ним ходили и сегодня вообще для того чтобы проповедь проповедует господь открывает интернет пространство уж куда больше я не знаю есть такое программа чат рулетка называется вот зайди туда я вот второй день я могу сказать есть плоды понимаешь вчера девчонка на 14 лет она с таким раскатым что вы слушаете быть но а я такого даже не слышал мне такого даже никто не говорил на канал там все подписалась на мой вот чат рулетка там если тоже тушу только ну по загривку не получишь это самое на плеуху вот а так там тебя назовут любыми словами понимаешь зайди там такие оскорбления получим вот и я думаю сейчас я вот начну все-таки там проповеду не знаю буду может быть выкладывать эти ролики ты знаешь как ты говорил что интернет это как вроде божье изобретение что ангел какой-то есть ангел который благословит то есть ты упомянул о том что интернет но это не божье господь такого не делает это все ну по крайней мере я так верую что это все от дьявола а господь благословляет и свое как бы видишь то есть он в зло в добро свое утверждает то есть в этом пространстве он позволяет проповедь сегодня ну евангелие проповедовать видишь а посмотри что приходилось апостолам такие пути и прокладывать по всему миру это между материками между территориями какими городами вот а сегодня садишься понимаешь я сегодня только нажал любую страну там россии украину русскоговорящую узбекистан казахстан там и все я захожу и там сотни тысяч людей понимаешь вот этот чат рулетка она только нажимаешь следующий 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 вот и за день ты можешь с десятками людей проповедовать представляешь и там причем люди не то что они спешат куда-то торопятся а там люди сидящие и ждущие именно с кем поговорить с кем узнать что-то нового конечно большинство там процентов 8 сидят таких хамов просто ну и хамы они понимаешь когда с ними начинаешь говорить по-человечески то есть они друг с другом общаются вот на этом языке и хамов они как бы уже у них дух такой да и встречая нового человека они там у него там а чё ты там ты вот а когда начинаешь а чё ты ругаешься давай подожди давай по нормальному раз сможешь человек утешается его другой дух вселяется он перестает мутериться и все вот на площадку для проповеди то есть да ты все верно говоришь потому что же ролик в том же атом был а просто спрашивали людей на улице вообще аж что что такое там я не знаю рождество и многие люди думаю мы их спасли чё это же стоит что вы кажется ноги думали что рождество это вообще санта-клаус родился дед мороз все дня рождения дед мороза то есть как бы говорится что там у нас в стране там все православные там все верующие но не так но на самом деле нас просто большинство даже не знает кто такой бог кто такой иисус христос вообще что такое христианство может быть они там и крещены но у них даже азов нету просто азов слова божьи ему не никто не сказал то есть эти люди ничего не понимают я не понимаю откуда 80 процентов у нас верующих получилось откуда посчитают по этим очередям которые стоят мощам для чего ты думаешь вот эти акции устраиваются привозом мощи это для того чтобы посмотреть на верующих людей и посчитать их и выдать это за реальность будет эти огромное количество людей язычников они представляют виде верующих православных людей то есть да действительно об этом говорится что и ты говоришь игноте тихоныч и все об этом говорят что все эти мощи это вообще нет у меня от бога и думал может быть ну таких не знаю таких немного людей начали потом я пошел воскресенье в храм и увидел женщину которая просто какие-то купил свечки обраду и обряда вопроса начала кланяться как-то креститься вообще непонятно то есть как как будто я не знаю в анекдоте каком-то там бабка пришла в церковь поставить свечку там задобрить бога сделать я с этим прям активно так не сталкивался но этот раз я очень увидел что просто приходит сам стать свечку вот так вот крестится непонятно как и что-то там начитывает и уходит действительно у нас страна она абсолютно языческая ребята ватриуме они хорошие чистые ребята видно что они стремятся к чистоте вот этой духовной ну они еще не понимают до конца что ему нужно рождение от господа видишь это учение которые они сегодня исследуют читают да они до конца его для себя не раскрывают и решили приоритетом ставят для себя можно сказать не писание а предание то есть они более предание доверяют слову господа самого христа они не двери сону и вам лежит прежде родиться от духа рождение видишь с крещением скрещением это сообразует да это можно сказать сообразовать с крещением когда к крещению подходит человек верующий ищущий бога жаждущий духа божьего конечно он и тогда и и водой и он крестится с него смываются грехи и конечно же он получает дар святого духа а о чем там больше можно и когда это действительно что люди не знают кто на распятие спрашивают кто это на распятие ну кто и толкового ответа так и не могут дать какое крещение о каком крещении о каком рождении там можно говорить конечно же а вот эти ребята они не знают этого учения они его путают им нужно видишь им нужен авторитет какой-то который бы разъяснил им все и они бы обратившись богу я думаю не получили бы это рождение ну пока что ты не дает им то есть но я наверно еще материал какие-то скинул занятий там бесед по библии действительно люди очень хорошие и видно что но они отличаются от неверующих это все равно другие люди все равно все равно другие и действительно им куда степень интересно но я так понял что они первые все равно ставят как-то мир то есть мирские блага или они не рождены действительно духа но это скорее всего таки есть и вот еще хотел спросить по поводу крещения то есть сейчас активно же такая проблема страшно стоит что эти скидал материалы как крестить детей то есть погружает камеру там до живота просто ребенка и я хотел спросить может быть это такое проявление божье что крестит неправильно то есть их получается вообще не крестит и в будущей жизни они никак не веруют то есть люди людям же даже если бы людей крестили правильно но никто бы им не подсказал то есть не родственники не если бы не подсказали с никакие люди не высказали бы о боге и они бы умерли получается им в осуждении больше было бы может поэтому их и неправильно крестит ты хочешь сказать что это первопричина того что то есть первопричина их неверия потом уже возрастающего человека что его неправильно крестили ты так нет я хочу сказать что возможно эти были они никогда бы не веровали даже будучи крещены из-за этого я не знаю божье это провеление но это в любом случае человеческий грех грех священника но возможно их потому чтобы человек никогда к богу бы не пришел даже будучи крещен поэтому его и неправильно крестят никак мы видим опять же жития возьми историю христианство то есть люди всегда получали сначала веру потом крещение никогда не было крещение впереди веры такого не было это получение об этом даже нет понимаешь это выдумки мне тоже там на канале есть такие высказывания это выдумки силу и люди уже приглашу если бы он детстве не был причем то он бы и не вадим был бы богом тогда бог присматривает за любым человеком даже за самым негодным и всегда ищет ему спасение крещение здесь а вот это крещение то что ты фотографию прислал это это уже кощунство сам священник он как бы уже печать ставит не печать духа святого а печать того что он что проклятие можно сказать на этом человеке что ты сюда пришел неверующим ты никогда не уверуешь вот тебе вот это крещение как печать что ты не станешь никогда верующим и что ты в ад пойдешь это уже вот такое кощунство который может быть и которым они даже сами не да не догадываются они догадываются потому что духа святого не имеют они нарушают даже церковные правила правил которым постановлено крестить химиш нарушение божия и их организации через которую они крестят они 22 нарушение делаю ты даже скидывал святых отцов в комментариях под роликом уже у женщины лукавана яснецкого как он даже тогда уже ну можно может тогда началась она может уже была такая проблема она началась до революции началось то есть раньше не было получается да об этом так об этом книга для священнослужителей дореволюционные есть вот там написано все там идет именно предупреждение священников которые начинают крестить по образу католического крещения там предупреждение ни в коем случае не прибегать к обливательному крещению таким крестят католики а только погружением на этом настоял лукавана яснецкий именно исходя вот из этого учения то есть получается вообще людям с вами на обществе которые вот узнали бога им нужно родиться свыше выпросить этого бога молиться а потом уже скорее всего перекрещиваться то есть настоящим крещением креститься если человек родился от духа вот тут вопрос видишь на сколько он очень не знаю как него подходить к этому вопросу тут видишь насколько настолько все индивидуально потому что я не знаю вот опять же смотри вот обливательное крещение она разного бывает разного типа есть обливательный что тебе просто полили вот как вот это вот ты фотографии прислал да а бывает что ставит в чан и обливают с ног до головы понимаешь ребенка то есть льют на него вода полностью облекает его обтекает его тело я считаю что это истинное крещение а вот если смотри вопрос такой если ребенок ну получается есть крещение верное когда ребенок он погружен ну на половину воду его обливают из 3 раза обливают получается это истинное крещение если вода обливает все тело его полна все тело что это истинное крещение а я хотел еще не знаю разобраться что такое слово погружение погружение это омоление водой то есть когда то есть омоление делаю тело твою вода охватывает полностью омывает тело твои а а вот иисуса христа же он полностью погружался получается воду да ну делали погружение для того чтобы воду вода его омыла каждый миллиметр его кожи каждый миллиметр миллиметр тела его то есть это предзнамение того что смываются смываются грехи с плоти понимаешь плоть становится очищенной и плоть уже готова к новой жизни к жизни без греха то есть но не значит не обязательно всегда так же как христос но крестился то есть можно и если человек там наполовину погружен в воду к примеру ребенок его обливает и такое крещение все равно есть конечно почему нет это можно делать и в ванной дома у любого человека а я думаю обязательно человек должен полностью ребенка полностью в воду окунуть ну это ну чтобы это делается опять же при условии того что когда нету воды ну ну зима вот и что там прочь не каждый полезет тоже но часто бывает что да есть россия ну конечно конечно приди ты в ванной каю на крайний случай погрузить человек то есть проптиста там все еретики они находят места там и бассейны там где-то то есть всегда у них находится место крещение и я не мог на основании библии как-то но это подтвердить или доказать что именно надо они это теории этой теории тут вообще не нужны теории нам крещение преподается как омовение понимаешь то есть это чем можно не затрагивать с людьми других конфессий там именно что я от себя только это что думаю сам понимаешь как а я доверяю тебе крещение это омовение но мы сами все можно по разу можно она же в ванной можно омыться под душем служа охватит тебе вода это правильно меня открестили обливали три раза затылка вот с ковшика меня до самых пяток облил вода стекла по всему моему телу она смыла всю грязь мою главное у тебя другой случай понятно но опять же это смысл подходит же ко мне правильно да подходит ну вот мне важно смыть грязь моего тела а как это будет смываться это уже неважно я думаю то есть все человеку значит не надо перекрещиваться если он но его полностью оближет что значит перекрещиваться перекрещиваться не приведи господь перекрещиваться креститься креститься конечно непонятно ну подожди ну смотри я допустим с людьми рассказывать с такими взрослыми там 50-х годов 60-х поначалу вот еще 80-70-е годы как крестили в одежде люди понимаешь стояли их венечкам украпляли прямо одетых людей ну там я не знаю может рукава подкатывали или до колена штаны подкатывали их обрызгивали ну чё там попадет на тебя по рукой тут же можно понять о каком крещении какому омовении тут и говорить не стоит ни о чем конечно не было никакого крещения за это значит вот за это именно и говорил лука что вы творите они же начинали как вот по патолическому подобию у католика видел они наклоняют голову на чаши и с помощью ракушки какой-то там на волосы выливают это так и вот и священники по подобию этому и делали об этом он говорил я не наставил понимаешь и не ставлю там свои мысли там каким-то просто размышляю и размышление к этому приводит на эти двери полностью то есть но получается все это что в агроб положение или что человека там ну я здесь и вообще не понимаю здесь о чем у меня тихо ведь я здесь не понимают совершенно и через положение вокруг когда мы грязь смываем стил то есть я понял да мне тоже на меня дошло самое главное что человек просто омывается все его все тело омывается ниши а мыть и тело в крещении означает обновление грехов для плоти в плоти омытую от грехов крещение мы как бы погребаем нашу ветхую плоть и восстаем в плоти новый как христос был погребен воскрес так и мы воскресаем веру во христа ключевые слова здесь погребение и воскресенье